Объект номер один – стадион Самара-Арена. Строители стремительно наверстывают небольшое отставание от графика. К тому же планируется, что металлоконструкции будут возводить сразу в два потока. Проект Самарского стадиона предусматривает, что одновременно можно производить и бетонные работы, и монтаж металлоконструкций. Что касается объектов, за которые ответственен регион, тут все по графику. Уже готовы водопровод и канализация. В ближайшие дни завершат строительство котельной. Уже приступили к созданию двух тренировочных полей. После чемпионата их отдадут детским спортивным школам. Сделают также благоустроенную аллею, пешеходные дорожки, подземный переход. Губернатор поставил задачу не только провести чемпионат, не только построить стадион, а развить данную территорию как новую городскую территорию, на которой у нас появятся и научные учреждения, и новые крупные спортивные объекты, и парк. Там формируется очень серьезно транспортный пересадочный узел. Рядом со стадионом построят разворотное кольцо трамваев. Этот вид городского транспорта будет основным для доставки болельщиков. Ветка соединит стадион с железнодорожным вокзалом. Также рядом появится акропарк. Его создадут при поддержке инвесторов. Построят пожарное депо и отделение полиции. В числе перспективных объектов – ледовый дворец, велотрек и дворец водных видов спорта. Космический подтекст будет в системе навигации. От вокзала и аэропорта на улицах установят указатели, информационное тепло и специальные стенды. А на главной аллее, ведущей к стадиону, появятся 15-метровые цифры. В районе радиоцентра спорт будет соседствовать с наукой. Идут проектные работы для создания «Гагарин-центра». Он будет представлять кампус, место, где молодые ученые будут и жить, и работать. В перспективе развития производственных площадок. Не забывает Минстрой о строительстве метро. В августе следующего года завершат камеру съездов на станции «Алабинская» и полностью откроют улицу Новосадовую. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.